Сегодня мы собрали для наших бойцов систему тепловизоров, пауэрбанки, генераторы на бензине, термобелье и систему защиты от тепловизоров и еще приборы ночного видения. Очередную партию гуманитарной помощи от химчан при поддержке администрации округа собрали в региональном ресурсном центре волонтеры Подмосковья. Все самое необходимое – от амуниции и технических средств до продуктов питания. Готовили адресно, по запросам подразделений. Глава округа Дмитрий Волошин принял участие в передаче груза, пообщался с бойцами, которые сейчас в отпуске, и их близкими. Нас люди просили выделить автомобиль, микроавтобус, ходят от нас, которые возят раз в неделю, так я понимаю, да? Да, просят пятитонник, трехтонник ездить. Вообще отказов нет в этом плане. Какая-то помощь еще нужна от нас? Мы можем чем-то помочь еще? Ну, я пока не знаю. Я находился на лечении, как бы, долго и время. И вот сейчас только-только я обратно возвращаюсь, если что-то надо, будет моей маме. Да, вы можете к нам обращаться в любое время, когда вам удобно. Это очень важно, то есть на этом останавливаться на достигнутом ненужном, потому что эти потребности нерегулярные. То есть это нам нужно, чтобы это было на постоянной основе. С нашей стороны, если какие-то будут индивидуальные просьбы, вы нам тоже говорите, мы постараемся их решить. Сын Натальи вскоре отправится в зону проведения СВО, отвезет помощь своему подразделению. Слезы наворачиваются на глаза, но Наталья держится и поддерживает сына. Они там воюют за нас, а мы стараемся обеспечивать им здесь их тыл. Мы их тыл. Вот и все. Мы верим и ждем. Большое спасибо волонтерам этой организации. Они уже несколько раз помогали. Муниципальный депутат Артур Каримов со своей командой регулярно отвозит помощь на Донбасс. Такие вещи, они действительно там спасают и жизни, и усиливают оборону нашей страны. А именно передали тепловизоры, которые там необходимы в ночное видение. Сейчас холодное время, и в холодное время очень необходимы генераторы, которые дают, во-первых, электричество, во-вторых, они могут подавать тепло. С начала специальной военной операции жители Химок собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи. По инициативе главы Дмитрия Волошина в Химках работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.